друзья привет мы в москве мы на варфейс open cup и весна сейчас будем общаться с довольно известной личностью я даже прямо вообще волнуюсь и стесняюсь вот это очень популярный ютубер и блогер элис у элиза огромная здесь армия поклонников поэтому к нему не протолкнуться мы его взяли вытащили из толпы заставили давать интервью гуд гейму поэтому радуйтесь привет расскажи как у тебя дела как тебе этот ивент и какие новости у тебя за последнее время с твоим каналом пресс но дела у меня все хорошо всем привет с вами элис приехал уже в третий раз на open cup хочу сказать все все спокойнее все уверенней вот насчет канала уже более 820 тысяч подписчиков уверенно двигаемся к одному миллиону думаю двенадцать 2016 год должен стать так скажем именно тем когда мы достигнем этого числа хочу сказать что есть продолжаю находить что-нибудь новое какие-нибудь идеи чем заинтересовать аудиторию ну и радует то что приходит продолжают приходить все новые игроки и игра живет и развивается также хочу сказать спасибо разработчикам что придумывают что-то новое недавно была новая спецоперация и будет еще наверное ближе к и к осени на это уже так наверное этого не говорю так что будет новая pvp будут новая pvm игра развивается да зато я рассказываю я вам расскажу то что миша не скажет вот так что игра развивается open cup от раз организован очень гладко очень четко прям вообще по полочкам и все это конечно же не может не радовать вот любопытная для нас информация всех расспрашиваем чем именно отличается это open cup от прошлого что именно вот подразумевается под этой точной четкой организации хорошей которая там так всем понравилось ну во первых технически нету никаких проблем вчера я уже за день до open cup и присутствовал здесь и был замечен так скажем была замечена уже серьезная подготовка уже игроки играли на оборудовании на компьютерах уже все было установлено все тестировалось отлаживалась связь чтобы все там трансляция не было никаких лагов фризов чего-то еще в предыдущем open cup и была небольшая проблема звук отставал от видео на 0,7 секунды в этот раз все было решено уже заблаговременно все гладко понравилось то что ребята проводят такой четкий инструктаж с игроками чтобы они тоже достойно так скажем себя показывали ну в общем много тому что было сказано игроки отлично тоже мотивированы на игру ну еще надо отметить что с каждым турниром общий скилл кстати игроков тоже растет но это уже наверное не к организации это наверное к тому что турниры каждый турнир и все-таки закономерно лучшее предыдущего проходит вот в этот раз так скажем ну с каждым разом все лучше тоже много организаторов каждый наконец-таки распределила для себя свои роли как они сообщили то есть да каждый из организаторов турнира четко отвечает за определенный спектр так скажем ну какие-то действия выполняет и в этот раз они очень так скажем все хорошо разделили 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 между друг другом и действительно все идет гладко отлично очень развернутый ответ я прямо заслушалась такая какая-то идеальная организация действительно получилось а какие твои здесь обязанности потому что я так понимаю что тебя привлекает тоже с определенной какой-то целью как лидера вот этого ютубовского направления ну конечно же от меня хотят чтобы я сделал видео в котором я рассказываю как я посетил это мероприятие что я здесь увидел с кем познакомился с кем пообщался в этот раз я вероятно сделаю даже несколько уже есть отснятый интересный материал ну для меня главное конечно же еще и пообщаться с игроками с подписчиками с не подписчиками которые тоже хотят зафотографироваться и там подписаться в будущем но в общем много ребят приходит просто замечают как так ну чел к нему подходит фоткаться надо интересную что то такое в общем я никому не отказываю постоянно готов ответить на любые вопросы личные что то такое то есть общение с игроками плюс конечно же заснять интересное видео что вообще как проходит турнир что происходит вот и что я на нем и себя представляю все это в общем ради этого я наверное здесь в первую очередь ну и еще что сам увижу а ты пробуешь себя в жанре интервью берешь ты общаешься на камеру с игроками там с организаторами вот у тебя более такой монолог в этот раз я решил поспрашивать хотите что-нибудь сказать или там тут или иной вопрос так что в этот раз и кое-что будет но вообще и я думаю и монолог тоже будет да я еще посмотрю мне предстоит хорошенько подумать как представить отснятый здесь материал уже у себя дома в спокойной обстановке но в целом я готов так скажем придумать чего-то такое чего еще зритель не видел а не накладывает ли на тебя какой-то и отпечаток вот эта ответственность что тебя ждут очередного видео и организаторы игроки не говоря уже о подписчиках и о таком количестве ну чем больше у тебя зрителей тем больше на тебе висит ответственности это как бы в любом случае и тем скажем большего тебя ждут и даже независимо был бы я сейчас здесь или не был ну что сказать это моя жизнь я этим занимаюсь этим дышу и и для меня это это моя жизнь для меня это нормально а вот интересно ты отвечаешь вопрос на отвечаешь на вопросы о личной жизни мне знаешь что любопытно ты настолько прям в этом во всем в своем youtube канале в блогерстве ну так называем это да скажем так как если придет время например строить отношения ты себе будешь девушку искать тоже блогершу ну нет совсем не обязательно она может быть абсолютно любой вот скажем так у меня вообще есть отношения в данный момент и я но я могу сказать что в общем то я особо много про это говорить бы не хотел но скажу что у меня все в порядке я живу относительно полноценно несмотря на то что много времени уделяю работе то есть время на личную жизнь все равно остается и удается даже так вовлекаться в свой и рабочий процесс а в прошлый раз ты рассказал очень много интересного о всяких технических фишках которые ты используешь используешь извините для того чтобы делать успешные видео что-то новое появилось техническом плане за последние три месяца я думаю что я стал ну нет что касается технических девайсов которые я использую я ничего не менял и считаю что у меня все хорошо там с камерой со светом со звуком что изменилось ну вероятно ну во первых я расту сам то есть с каждым с каждым видео ты начинаешь делать лучше это как бы так это факт уже более 900 их можно посмотреть на моем канале ну и с каждым годом естественно прогресс на лицо и что что примечательно я стал больше делать видео в прямом эфире то есть включил запись включил игру и вот оно все готово и если раньше бывало что я допустим запинался мог что-то что-то там молчать поскольку это минут то сейчас мне все дается легче и наверное зритель это тоже может оценить все стало так скажем по живее но что касается технической части там я думаю что пока ничего менять не нужно понятно еще такой интересный момент ты используешь какие-то дополнительные средства раскрутки для своего youtube канала или все-таки это только твои видео и и все только мои видео абсолютно я вот больше вообще ничего не делал и могу сказать и никогда не делал никогда не покупал рекламы вообще никогда и не просил ничего подобного первые 300 подписчиков я набрал чуть менее года на это ушло то есть я и я делал то что мне нравится искал так скажем исключительно своего зрителя естественным путем то есть без привлечения чего-то подобного но и я продолжаю действовать по этому сценарию для меня важно так скажем я даже не прошу подписаться на свой канал или поставить лайк я считаю что зритель должен находиться так скажем исключительно из того что вот он считает что это ему интересно вот тогда он и действует то есть навязываться я никогда никогда никому не хочу я считаю что если человеку нравится он будет смотреть он станет моим зрителям если нет в общем без привлечения каких бы то ни было средств для дополнительной раскрутки у тебя есть время на то чтобы отвечать своим подписчикам в комментариях вот они пишут комментарии задают вопросы в комментариях ты успеваешь отвечать на них ну первое время я отвечал но это было на начале развития канала сейчас комментариев стало очень много плюс они очень повторяются и я выбрал для себя путь отвечать публично и делать для этого дополнительное видео и в данный момент уже выпустил 29 выпусков рубрики ответы на вопросы игроков который называется читаю ваши комментарии и я продолжаю их выпускать но бывает раз ну изначально раз в неделю было сейчас я стала реже так как на большую часть вопросов уже ответил и что-нибудь такое креативное уже стало попадаться все реже и реже но тем не менее я не забрасываю это дело и в принципе если их и зрителю хочется узнать что-нибудь обо мне то посмотрев все 29 выпусков он узнает исчерпывающую информацию а если там не будет вопроса на который он хочет ответить будут и следующие выпуски понятно а ты общаешься с другими коллегами делишься с ними полезной информации получаешь от них что-то интересное ну так скажем не сильно в основном я во первых мои видео построены на индивидуальной игре то есть я в моем видео ну делаю я их в общем от начала до конца один вот поэтому в принципе с коллегами общения как такового крайне мало но небольшие переписки какие-то есть может какие-то технические советы нюансы что-то такое но тем не менее на этом все и заканчивается не скучно одному делать видео не общаться сильно много или тебе осталось вот это общение с камерой которые подписчиков и в принципе не считаешь себя одиноким своей детям ну а у меня очень много общения в моей жизни у меня есть собственный клан в данном случае так или помогает мне и в моей деятельности то есть они тоже убиваются да у меня есть и тиммейты с которыми я тоже выбираю но правда это в основном режим против компьютерных противников да касается пвп там в основном я самостоятельен в общем общение в моей жизни одиноким я себя не чувствую услышать значит есть кому передавать привет и приключительные слова хочу передать привет всем своим подписчикам хочу передать привет своему клану своей семье все это смотрят вот свои девушки сказать что мы будем развиваться и дальше улучшать свои видео придумывать что такого человека никогда не было я думаю что мы достигнем миллиона и на этом тоже не остановимся будем двигаться дальше и канал будет занимать свои так скажем свою уверенную позицию и двигаться только вперед спасибо